Здравствуйте! История Осирия Осирия во время краха Бронзового века 1236 г.г. Дайен.э Бронзовый век Чалапси от 1200 до 900 года до н.э. был темный век для всего Ближнего Востока, Северной Африки, Малой Азии, Кавказа, Средиземноморья и Балканы регионов с большими потрясениями и массовыми перемещениями людей. Осирия и ее империя не пострадали от этих бурных событий в течение примерно 150 лет. Возможно, единственной древней державы, которая не была, и которая фактически процветала большую часть периода. Однако после смерти Ашур Белкалы в 1056 г. до н.э. Осирия переживала относительный упадок на следующие 100 лет или около того. Империя значительно сократилась, и к 1020 году до н.э. Осирия, похоже, контролировала только районы, близкие к самой Осирии, необходимые для поддержания торговых путей в Восточной Арамея, Юго-Восточной Малой Азии, Центральной Месопотамии и Северо-Западном Иране. Ново-Западно-семитоязычные народы, такие как Арамея и Сутея, переселились в районы к западу и югу от Осирии, в том числе захватили большую часть Вавилонии на юге. Индоевропейские и иранские народы, такие как Медяне, Персы, Сарматы и Парфяне, переселились в земли к востоку от Осирии, вытеснив коренных коситов и кутиев и оказав давление на Элам и Манею. Все это древние индоевропейские цивилизации древнего Ирана, а к северу в Малой Азии фригийцы захватили ту часть хетов, которая еще не была уничтожена Осирией, и возникла Лидия. На Кавказе возникло новое хурицкое государство под названием Урарту, а кемерийцы, калхи, грузины, исхифы, вокруг Черного моря и Кавказа. Египет был разделен и находился в беспорядке, Израильтяне сражались с другими народами Западной Азии, такими как Амаликитяне, Маавитяне, Эдамитяне и Аманитяне. И не говорящие на семитском языке пелисят, филистимлине, которые предположительно являются одним из так называемых народов моря, для контроля над Южным Ханааном. Дорийские греки узурпировали более ранних меккенских греков в Западной Малой Азии, а народы моря опустошили Восточное Средиземноморье. Другие новые народы, такие как Хальдеи, Сарматы, Арабы, Нубицы и Кушиты, должны были появиться позже, во времени Ассирийской империи, 911-605 до н.э. Несмотря на очевидную слабость Ассирии по сравнению с ее былой мощью, в глубине души она оставалась прочной, хорошо защищенной нацией, воины которой были лучшими в мире. 52. Ассирия с ее стабильной монархией, мощной армией и безопасными границами была в это время в более сильном положении, чем потенциальные соперники, такие как Египет, Вавилония, Элэм, Фрингия, Урарту, Персия, Лидия и Мидия. Такие цари, как Арибаадад-2, Ашур-Раби-2, Ашур-Насир-Пал и Теглат-Пелесар-2 и Ашур-Дан-2, успешно защищали границы Ассирии и поддерживали стабильность в это неспокойное время. Ассирийские цари в этот период, по-видимому, придерживались политики сохранения и защиты компактной, безопасной нации и колоний сателлитов, непосредственно окружающих ее, и перемежали ее с парадическими карательными набегами и вторжениями на соседние территории, когда возникала необходимость, включая проведение кампании до Средиземной моря и разорения Вавилонии. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.